Всем привет! С вами вновь Андрей Лу. И с сегодняшнего дня начинается запись в новую закрытую группу. Единственный суперкурс в этом году по цифровым интерфейсам лаконичный UX UI. Какой же у нас сегодня день замечательный и прекрасный. 16 число у нас пятница. И запись стартует и продлится на 18 дней. Последний день записи, а также специальных предложений. Это 1 сентября. Ну а 2 мы уже начнем с вами обучение. В 20.24 будет первый материал. И второе число также будет являться днем записи. Последний день. Такой у нас является поздняя запись. Ну и того 18 дней вам доступно. У нас трехмесячное обучение. Актуальное в режиме live. То есть вы будете рисовать. Буду вас корректировать, проверять, направлять по UX UI. Какие же специальные приложения вам доступны. Первое это запись. Непосредственно лаконичный UX UI. 6000. Далее любая дизайн цепочка. По цифровым интерфейсам. Либо же по графическому дизайну. Можно взять за 9000. Описание к каждому из обучений. Есть в группе ВК. У вас ссылочка будет. Либо же на ютюбе. Либо же в самом ВК. Вы сможете вверху посмотреть. Обязательно изучайте. Если какие-то вопросы у вас будут. Смело пишите. Задавайте. Во всем помогу разобраться. Ну и разумеется. Самое главное. Это королевское предложение. Это все суперкурсы. Раз и навсегда. За 15000 рублей. Что у нас будет в этом обучении. Единственное обучение по цифре в 2024 году. Это конечно три типа дизайна. Которые дизайнер должен знать. У нас есть классика. Классика у нас связана с прошлым дизайном. Потому что уже много что нарисовано. Дизайнеру придется все это улучшать. Есть современное понимание дизайна хорошего. Это минимализм. Дизайнер работает в ограничениях. У него минимальное количество плотностей и стилистик. Но есть еще и лаконичность. Это максимальная простота. И самая сложная мысль. Которой нужно прийти в рисовках. Что делать просто. Это очень сложно. Делать как раз когда много всего. Это достаточно легко. Мы будем с вами изучать сразу все три типа проектов. И простые. И средние. И сложные. Но опять же. В простых мы очень быстро разомнемся. Там первую неделю две. Потом уже перейдем к средним. И к сложным. То есть уже к концу первого обучения. Мы перейдем с вами в сложное проектирование. Есть проекты простые по проектированию. Например. Вы сейчас видите презентацию. Очень простое проектирование. Но с выверенными акцентами. Пространством. И с нестандартной композицией. Но со сложным визуалом. Есть как раз сложные проекты по проектированию. Там вообще никакого визуала. Например. Обтравок не будет. Что же у нас будет в самом начале. В начале конечно будет база. Без нее никуда не деться. Потому что от нее уже выстраиваются самые большие сложные проекты. Это конечно же прогрессии. акценты и пространство это математика высшая математика дизайна дизайнер либо ее знает либо нет по сути любой дизайн это набор решений набор ходов в конечном итоге дизайнер приходит к некой финальной композиции к финальному такому дебют это начало на спарте и в конце либо побеждает либо же нет потому что хороший дизайнер от плохого отличается только одним у хорошего дизайнера нет ошибок и он точно попадает в ожидании клиента ну или же текущего рынка и конечно будем с вами смотреть не стандарт потому что стандарт сначала мы изучим уже в конце третьему месяцу нам они вообще с вами поговорим сегодня в презентации вы будете работать в ограничениях новых для вас если вы этого не знали нестандартные композиции в сложных проектах далее кто же такой дизайнер дизайнер это создатель он создает но в реалиях текущего дизайна большую часть времени дизайнеры не создают а улучшают уже рынку дизайна только в снг 30 лет гигантское количество всего есть практически каждый бизнес уже оцифровался либо находится в социальных сетях либо отдельные сайты разработки и вот это все нужно улучшать потому что клиенты упираются в понимание что они могут сделать со своими дизайнерами нужны новые дизайнеры обучены на другом уровне которые придут и найдут порядок у нас есть три типа дизайнера которые работают связки с компаниями есть дизайнеры неумные неумные дизайнеры редко приглашаются в проект им очень редко платят деньги потому что они рисуют творчество публикуют его и надеются что их кто-то заметит да это очень интересно смотреть но в коммерции таких дизайнеров просто игнорируют 100 откликов 100 отказов но дизайнер считает что дело в рынке а на самом деле дело в его рисовках есть умные дизайнеры умный дизайнер этот дизайнер который знает что он делает но есть только одна проблема умного дизайнера он не всегда точно применяет свои знания в каждом блоке своего дизайна вот есть мудрые дизайнеры мудрый дизайнер который знает что за задача как опасность в ожидании и самое важное он это все применяет в каждом блоке своего проектирования представьте себе вкуснейший салат и вот в этом салате все прекрасно а рядом стоит тот же самый салат например сверху есть ложка песка теперь это уже не салат это песок со вкусом салата так вот задача мудрого дизайнера делать идеальные выверенные проекты без ошибок стоит совершить одну ошибку а нарушат все восприятие рамках данного обучения мы посмотрим с вами самую лучшую дизайнер систему от нее никуда не деться она единственная обоснованно самом высшем уровне в пирамиде все остальные будут стоять чуть ниже мы также будем проходить но есть только одна дизайнер система лучшая все остальные идеи проиграет придем с вами к оценке самооценка 8 баллов плюс по вашим дизайнам 8 баллов плюс означает что мы растем десятки безусловно ошибки в начале у всех бывают но чем быстрее дизайнеры все это пройдет потому что сложно сейчас себе представить человека который не интересовался дизайна в интернете не посмотреть какие-то ролики на ютюбе да либо где-то на других платформах и уже дойти до балла 3 4 5 не так сложно а вот высшие баллы чтобы самостоятельно свои рисовки оценивать и также оценивать рисовки других дизайнеров то есть нужно уметь признавать в том числе чужие достижения вот это сложно поэтому мало того что вы будете учиться будете очень много практиковаться рисовать вы будете оценивать себя в конце обучения ровно также как я вас оцениваю чтобы вас это навод всегда сохранился вообще дизайнер он первые этапы живет состоянии он очень много сомневается и после этих сомнений приходит к страхам он не знает правильно он сделал либо же неправильно и вот у нас стремление будет к идеалу идеал это безошибочный дизайн поэтому мы конечно будем с вами изучать впечатляющую типографику почему один шрифт и одни правила могут впечатлить а другой не могут сравнение конечно будем с вами смотреть визуальная математика от нее никуда не деться даже в сложенных проектах могут быть баннеры дизайнер обязан сделать их правильно у нас будет целостность композиции и разумеется красота восприятия иногда вообще не имеет значения что вы думаете о своем дизайне важно что о вас подумает ваш потенциальный клиент работодатель потому что профессионалам деньги платят они работают в компаниях а любителям нет любители рисуют 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 как раньше говорили в стол так обычно что-то писали рукописи да ну дизайнер рисует в беханс просто публикует но при этом откликается еще раз обратной связи нет него не приглашают у нас с вами будут очень много рисовок и в рамках этих рисовок разумеется я буду вам показывать свои проекты потому что я работающий дизайнер арт-директор мне платят деньги разные компании поэтому я считаю есть полное моральное право обучать передавать знания то есть параллельно со своей карьеры я как раз и рассказываю показываю что вы можете сделать в ваших рисовках чтобы либо погрузиться в индустрию коммерческого дизайна либо спрогрессировать у нас будут тестовые задания артемии лебедева потому что очень популярные задачи я покажу как их решать мои проекты конечно буду вам показывать по разным направлениям как простые в вебе цифры да так и сложные проекты ржд озона вк и так далее много всего у нас будет это сам такие основные веки которые мы конечно же с вами посмотрим также у нас будет материал они как правило по пятницам выходят связанные с дизайнерской индустрии такой связаны с людьми то есть мы будем с вами говорить о деньгах дизайне о перспективах карьеры которые можно построить ну конечно куда дизайн движется будущее дизайна тоже все показывать рассказывать связанные не только с моими представлениями на и анализ это безусловно так но и с реальными проектами что происходит в связке дизайнер с клиентом это бизнес который эффективно устанавливает связь и зарабатывает деньги третий месяц третий месяц будет самый интересный я уже сказал что достаточно быстро погрузится с вами на уровень хардкор то есть сложных проектов уже сложное проектирование но третий месяц у нас будет как в последнем обучении по графическому дизайну была новая структура третий месяц будет полностью практиковаться по коммерческим проектам все у вас будет в рамках трехмесячного обучения но мы там уже как раз к январю подойдем к выпускным проектам это шесть домашних заданий причем шестое дз будет взаимодействовать с выпускным проектом и очень много практики потому что одно дело смотреть как другой дизайнер все делает точно безошибочно другое дело самому по задаче погрузиться еще раз делать все точно на 10 баллов из 10 этому третий месяц будет конечно самый сложный по практике самый хардкорный потихонечку буду подводить потому что разумеется на курсе присутствуют разные ученики и на первом месте это дизайнеры рабочие дизайнеры они прогрессируют своей карьере они понимают что любое время денег которые не вкладывают они просто начали отбивают а потом идет у нас чистая прибыль конечно же менеджеры это руководители которые хотят понять как дизайне можно поставить задачу сагал что можно получить еще раз раньше было время у меня уже шестой год уйдет да как я обучаю 13 год как я работающий дизайнер менеджеров было не так много потому что вот они считали что мы все знаем теперь они копируют рынок и упираются вот приходят на обучение досмотреть они не рисуют домашние здания просто смотрят материал уже потом применяется это в рамках своих компаний ну конечно любители текущих реалиях говорить о том что в дизайне есть новички это просто некорректно новичок чек ты вообще ничего не знает мир ютьюба мир интернет дает гигантское количество информации чтобы пройти в дизайне определенные шаги определенные уровни и представить что вообще приходит человек ну полностью не подготовлен вообще на 1 балл из 10 очень сложно разумеется в начале в первую неделю мы с вами разогреемся в прогрессе самые самые основы но потому что теоретически может быть так что у человека раз и только подключился к интернету и хочет изучать дизайн но те знания которые вы уже в интернете получили вам могут либо помочь при условии что это правильные знания вы как раз сравните с тем что я вам расскажу и вы посмотрите ваши рисовки с рисовками которые уже будет делать спустя два-три месяца поэтому у нас три месяца обучения первых два у нас будет много теорий практики но а третье будет прям хардкор самое сложное первая неделя конечно будем с вами вкатываться потихонечку разогреваться чтобы уже потом окончательно погрузиться в прекрасный мир цифровых интерфейсах на самых разных уровнях и сложностях то есть весь диапазон в цифре мы с вами будем изучать и пройдем итого у нас сегодня началась запись на лаконичный xui это фактически будущее дизайна которое уже наступило где мы работаем в максимальной простоте у нас в каждом блоке проектирования все идеально точно вывремя на 10 баллов есть проект с простым проектированием но сложным визуалом есть наоборот где у нас много блоков но визуал вообще отсутствует вам также доступны специальные предложения либо любая дизайн цепочка либо все курсы раз и навсегда все описание из группы вк если какие-то вдруг вопросы нюансы будут пишите мне личное сообщение группа либо в личное сообщение вк помогу все расскажу что и как происходит все основные нюансы будут описаны как в посте вк так и в данном видео рассказал поэтому смело записывайтесь у нас еще 18 дней впереди как раз можно будет пройти последние актуальные курсы чтобы быть готовым к этому сложным конечно обучение единственным 1024 году погружаемся с вами в лаконичный ux лаконичная ну и конечно доходим с вами до самых высоких уровень которые только могут быть дизайнер спасибо вам большое что посмотрели данный материал в конце по традиции я желаю вам любви процветания и скажем мне быть немножечко добрее а на сегодня это все с вами андрей лов всем пока